Атом. Вопрос, как мы будем жить без России, совсем не уместен. Риц от Аллаха, это даже можно отнести к Ширку. Предписанное нам, нас не минует. Савап. В России на должность президента надо выбирать человека в возрасте 85-90 лет, чтобы сдох скорее и не заживался на многие годы. Салам алейкум ахе. Хочу услышать твое мнение по Лизгинскому вопросу. Какие перспективы и возможно ли карта Лизгистана? Алейкум ассалам. А что подразумевается под картой Лизгистана? Если вопрос в том, что сейчас стало обсуждаться в последнее время по поводу Лизгистана, объединение земель Лизгинов, которые сегодня находятся на территории Азербайджана и на территории России, и типа из этого сделать одну республику. Идея, конечно, хорошая, но абсолютно невоплотимая сегодня в жизнь на самом деле. Поэтому, ну, наверное, нужно как бы об этом думать, носить это постоянно, саму идею я имею ввиду, чтобы она жила у наших Лизгинских братьев. Но на данный момент реально ли ее воплотить в жизнь, ну, что-то я сомневаюсь. Томсо, тебе не кажется, что народы, которые не способны на свою государственность, всегда критикуют тех, кто хотят этого? Например, Лизгинами недовольны некоторые покорные народы Дагестана. Ну, может, и имеет место такое быть тоже. Вообще, такое разделение неправильно. Все народы Дагестана, они тоже должны желать этого отделения, своего суверенитета, своей независимости. Все должны этого желать. Мы все должны понимать, что сегодняшнее наихудшее положение на Кавказе, оно связано не с тем, что кавказцы плохие, или Кавказ плохой, или на Кавказе нет ресурсов и так далее. Это связано с тем, что мы находимся сегодня под оккупацией России. Если бы не эта оккупация, мы сегодня жили бы гораздо лучше. Мы сами распоряжались бы своими ресурсами, своими недрами. Мы сами распоряжались бы своими судьбами, своими взаимоотношениями. Сами определяли бы форму государственного строя у нас. Хотим мы быть федерацией, конфедерацией, или союзом, независимым государством и так далее. Это все решали бы мы сами. Кавказские республики, кавказский народ. И то, что мы сейчас имеем, это огромная зашкаливающая коррупция во всех республиках Кавказа. Мы ведь мало чем в этом плане друг от друга отличаемся. Это массовый террор, который сегодня присутствует в республиках Кавказа. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. Но присутствует он однозначно везде. Да, конечно, Чечня сегодня выделяется, наверное, по этому уровню террора государственного, который присутствует. В других республиках Кавказа полегче с этим. Да, в других республиках нет такого, как Кадыров, чувака, которому все дозволяется, Кремлем. В рамках республики я имею в виду. Где-то полегче с вероисповеданием, с исповедованием какой-то другой формы ислама, так скажем. Где-то с политической ситуацией получше. Там оппозиция есть, допустим, голос имеет, что-то высказать может. То есть, в этом плане мы друг от друга немножко там, наверное, отличаемся. Но то, что у нас идет абсолютный, просто тотальный террор государственный во всех республиках. Что у нас без вести могут пропадать люди. Что у нас просто залетают там силовики, забирают людей, фабрикуют на них уголовные дела. И сажают их на огромные сроки за какие-то там, за просто мнения, за что еще это делается. Ну, разумеется, они там придумывают какие-то другие причины. Это наше общекавказское такое положение. И, конечно же, коррупция, которая просто все отрасли, все сферы жизни у нас уничтожила просто. Поэтому эта ситуация, она у нас не из-за того, что мы не умеем жить. Или мы построили такую плохую систему государственную. Нет, нам и не дали ее построить. У нас и не было шанса ничего строить. Это потому, что мы находимся сегодня под властью Кремля. Потому что Кремль у нас устанавливает сегодня законы, порядки. Власть над нами устанавливает. Поэтому у нас мы имеем эту власть. Коррупция, она не потому, что у нас на Кавказе люди такие, у нас типа ментальность такая. Конечно, нет. Коррупция, потому что Кремль хочет, чтобы она у нас была. Потому что там зарабатывают на этом деньги. Поэтому у нас коррупция. Террор у нас государственный, потому что Кремль хочет, чтобы у нас был террор. У нас преследуется инакомыслие, потому что в Кремле хотят, чтобы оно преследовалось. У нас запрещены там любое какое-то воля, изъявление, вообще не существует никаких честных выборов и так далее. Потому что мы такие? Нет. Потому что Кремль такой. Потому что Кремль управляет всеми этими процессами. Вот это просто важно понимать. И вместо того, чтобы друг с другом ссориться, там лезгины хотят, значит эти не хотят, эти плохие и так далее. Вместо этого надо иметь какой-то внутренародный, внутриреспубликанский какой-то диалог на эту тему. Надо общаться постоянно об этом, говорить, напоминать, обосновывать. Если есть такие люди, которые говорят, что вот мы, значит, без России не выживем, а как же мы без России, а вот кто нам будет деньги давать, мы же все загнемся. Такие чуваки есть. Даже вот у меня в голосовых чатах очень часто бывает, что из Дагестана, например, ребята такие вещи говорят. Очень важно, чтобы у вас внутри вот этот диалог шел, и вы этим людям объясняли, что мы будем делать без России. И вот мы им по пунктам, приводя примеры, сравнивая, вот у вас есть выход к морю, есть вот то-то, это, вот это мы, значит, продавать, здесь, там с этими дружить и так далее. В общем, вот эти все моменты, чтобы вы могли объяснять. Без вот этого разговора внутри общества, когда придет время, и появится такая возможность опять сделать какой-то шаг, рывок, очередное восстание, вы опять окажетесь в ситуации, когда народ не готов. Как вы оказались в 99-м году в этой ситуации? Вы опять окажетесь в этой же ситуации, если вы не будете разговаривать об этом. Идеи свободы и независимости, они должны жить внутри людей. Их должны передавать отцы своим детям, своим внукам, своим братьям, сестрам. Вы постоянно должны об этом говорить, напоминать друг другу, приводить примеры. Отсылка к Кавказской войне, к маму Шамелю и так далее, должна быть не в вопросах пленения, сдался, не сдался, не в этих вопросах. О вопросах идей, за что вообще воевали-то, собственно, 25 лет, для чего эта борьба велась, за что, к чему хотели прийти. Вот о чем нужно думать, вот что нужно снова поднимать, чтобы у людей вот эти мысли, эти разговоры, чтобы они просыпались. В общем, общаетесь. Тумсо Кадыров никогда ничего хорошего не делал, ты про него только плохое рассказываешь. Есть хоть один момент, за который ты можешь его похвалить, или ты за ним только плохое замечал, а хорошего не было. Не существует вообще такого человека, от которого не было бы чего-то хорошего. У каждого человека, каким бы плохим он ни был, все равно найдется какая-то хорошая сторона. Поэтому, есть ли у Кадырова такие стороны? Конечно, они есть. И были у нас эфиры, в которых мы, например, отмечали некоторые моменты позитивные, которые от него были. Однако, когда человек в своей основе является преступником, тираном, плохим человеком, маньяком, то его вот эти хорошие качества, на них внимания не обращают. Это подобно тому, как не обращают внимания на то, что, допустим, маньяк-педофил, он при этом любит, допустим, своего котенка, заботится о нем. Ну, это хорошо ведь, да, любить котенка и о нем заботиться. Это хорошо. Но обращаем ли мы на это внимание, когда он, любя этого своего котенка, убивает, расчленяет людей, детей? Конечно, нет. Поэтому, это очень слабый прием, когда вы пытаетесь обратить внимание на какие-то благие дела Кадырова. Это очень слабый прием. Это, понимаете, во всех этих преступлениях, во всей этой крови, которую проливает Кадыров, загубленные судьбы, оставленные сиротами дети, вдовы, это те вдовы и дети тех людей, которых Кадыров убил за то, что они просто где-то высказали мнение, которое не нравится Кадырову. За то, что они просто исповедовали свою религию не так, как хотелось бы Кадырову. За то, что у них политические взгляды были не такие, которые угодны Кадырову. Вот эти вот люди, эти дети, эти вдовы, эти разбитые судьбы, эти запытанные люди, эти посаженные в тюрьмы по сфабрикованным делам, молодые и не только молодые люди. Вот это вот все невозможно перекрыть каким-то построенным фонтаном или мечетью, которые Кадыров так сильно строит в надежде, что он будет ими тыкать, показывать нам вот это и говорить, что вот смотрите, вот, а мы будем забывать. Но мы не можем этого забыть, понимаете, вот этот вот сирота, оставшийся без своего отца по вине Кадырова, он не ощущает какой-то радости, когда он приходит на фонтан, построенный Кадыровым. Когда он приходит в мечеть помолиться, построенную Кадыровым. Когда он едет по хорошей дороге, которую за государственные деньги сделал Кадыровым. Поэтому это его благодеяние, на них абсолютно никак никто не должен обращать внимания. Вопрос, как мы будем жить без России, совсем не уместен. Риц от Аллаха, это даже можно отнести к ширку, предписанное нам, нас не минует. Ну, здесь и да, и нет, я скажу так. Всписывать все на предписание тоже нельзя. Мы должны, как бы, брать ответственность на себя. Так как Аллах дает нам возможность выбора. То есть, как мы получим этот удел. Ведь Аллах дает нам право выбора, получить удел запретным путем или дозволенным. Мы его так или иначе получаем, он нам предписан. Но вот как мы его получим, это как бы наш выбор. Я сейчас не говорю, что он тоже не предопределен. Понятно, что предопределение это вообще очень сложная тема в исламе. Но в целом, я имею в виду, снимать с себя такую ответственность тоже нельзя. Мы должны понимать, что эта ответственность лежит на нас. И что мы должны не просто думать об освобождении, а об освобождении ради успеха. Ради того, чтобы быть успешными, жить успешно, развиваться, быть частью мирового сообщества, иметь какую-то внутреннюю, внешнюю политику. Мы для этого хотим освободиться. И к этому тоже как-то нужно готовить людей. Что это не просто так. Что просто так маны небесной не будет. Просто так мы купаться в золоте, в шоколаде не будем. Чтобы к этому прийти, надо будет очень серьезно потрудиться. Нужно будет взять на себя ответственность за выбор тех людей, которых мы будем ставить над собой. Мы должны понимать, что поставленные на должности нами люди, избранные нами, правительство, президенты и так далее, эти люди должны вести нас к успеху. И мы поэтому должны подходить к этому ответственно, к тому, кого мы выбираем, кого мы туда ставим. Вот то, что мы раньше творили, типа ты воевал, значит ты красавчик, вот тебе должность. Нет, такого быть не должно. Мы теперь должны учиться на тех ошибках, которые мы совершили тогда. Вот эти вот передавания должностей по наследству и прочая ересь, которая безусловно у нас присутствовала. Мы должны от этого всего уйти, извлечь от этого уроки. Савап. В России на должность президента надо выбирать человека в возрасте 85-90 лет, чтобы сдох скорее и не защищался на многие годы. Кстати говоря, это действительно выход в случае, когда они же узурпируют власть, не дают себя нормальным демократическим путем заменить. В этом случае действительно поднятие вот этого возраста, порога, был бы неплохой выход из ситуации. Если бы, например, сделали бы минимальный возраст президента 80 лет, то максимум, наверное, лет до 90 он поживет с такими-то нервами. Все-таки должность президента России это нервозная должность. Это выход из положения, надо об этом подумать россиянам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!